Приветствую вас, скажите, пожалуйста, как так получилось, что в разделе психологии вы задаёте вопрос более полный, нет, в разделе эзотерика вы задаете вопрос более полный, чем в разделе психологии. Как так вышло? Вот, поясните, пожалуйста. То есть в разделе психологии вы пишете, как убедить бывшую жену быть вместе. Прошло полгода, есть две дочки, 4 и 1,5. Развелась из-за обид на меня, не верит мне, хотя я её не обманываю, думает, что я не её человек и говорит, что не любит. Мои слова и действия только отделяют её. Дети меня любят, но она думает, что я манипулирую ими, чтобы вернуть её. Это вы написали в разделе психологии. Теперь, в разделе эзотерики. Вернётся ли ей бывшая жена, две дочки, 4 и 1,5. В начале брака ругались, я изменял, делал много плохого. За годы развода изменился, но оказалось поздно, она остыла, 6 из моих косяков, она счла к разводу 2 года. Прошло полгода, после развода ни я, ни она ни с кем не встречаемся, не живём и вроде даже не встречается она ни с кем. То есть, в разделе эзотерика, в разделе эзотерики, вы дали более полный вопрос и более полно представили ситуацию. Нежели чем, это было у вас в разделе психологии, вот как, так, почему так. То есть, из раздела психологии, ваш вопрос, он вообще совершенно не раскрывает никаких деталей. То есть, почему вы изменяли ей и делали много плохого. Почему вы за годы развода изменились, всё заставило вас измениться. Если она остыла из-за моих косяков, она счастлива к разводу 2 года. Если человек осознанно шёл к разводу 2 года осознанно, то я думаю, что дело не в ваших косяках. А я думаю, что дело скорее в том, что у неё чувства к вам угасали. И опять же, связано это не с тем, что вы сделали что-то не так, потому что вы могли ошибаться. Связано это, связано это с тем, что между вами изначально не было доверия. И связано с тем это, скорее всего, что сейчас, вот именно сейчас, вы не общаетесь с ней ни о чём больше, кроме столько вот, значит, возвращения возможного. А у вас ведь доверия нет, у вас ведь взаимопонимания нет, ну, между друг другом. И, естественно, чтобы оно было, это доверие, нужно заново его восстанавливать. А чтобы доверие восстановилось, нужно общаться, нужно взаимодействовать, нужно заново устраивать отношения. Хотя бы ради детей, например, которые вас любят. Вот. То есть не ставить себе цель именно, ну, именно вернуть её. А скорее просто наладить контакт, чтобы между вами была, ну, получше атмосфера. Она имеет право, в принципе, вам не верить. Вот. Вы говорите, что вы её не обманываете, но как вы её не обманываете, если вы изменяли и делали много плохого? Ну, естественно, что человек понял, возможно, что вы не тот мужчина, которого бы она хотела видеть рядом с собой. Допустим, вы не тот человек, с которым она хотела бы провести свою жизнь, потому что вы себя показали, вы себя проявили. И что самое главное, вы не даёте, не даёте возможности, вы не даёте возможности, поверьте, поверьте вам. Потому что, вот как бы вы говорите, там, ваши действия, значит, ваши слова её отдаляют. Так, значит, вы что-то неправильно делаете. Вам нужно ориентироваться на неё. Не на себя, на неё. Как ей удобно, как ей хочется, вот сейчас, на данный момент. Вот так и нужно делать. А какое поведение у вас? Какая у вас стратегия? Задумайтесь, чем вы руководствуете? Чем вы движимы, когда пытаетесь её убедить вернуться? Вот зачем? Зачем вы пытаетесь её убедить вернуться? Ну, если человек, например, не хочет, допустим. Получается что? Что вы её не любите? Получается что? Что вы её не принимаете? Её выбор вы не принимаете? Получается, ну, раз пытаетесь убедить её в том, чтобы она вернул. Да, может быть, у неё какие-то процессы, может быть, она там готова вернуться к вам, может быть. А она, как бы, ну, у неё ещё есть чувства к вам. Но это мало что меняет, потому что доверие восстанавливается, как бы, долго. Вот. Вы забываете о том, что, что вы же изменяли ей, предавали, унижали её. Она чувствовала себя не единственной женщиной с вами. Вот. И это очень её травмировало. Поэтому, ага, поэтому нужно вам ориентироваться на неё. То есть, не просто, вот, что-то делать, а именно ориентироваться на неё. Если вы действительно хотите, вот, как-то, ну, добиться её признания, её доверия, то вам нужно ориентироваться просто на неё, на её желание, на её удобство. И начать, например, с того, что просто сказать, ну, вот, давай мы с тобой будем друзьями. Я бы хотел с тобой общаться, но потому что у нас дети, да, у нас всё равно, они любят нас с обоих, вот. Давай с тобой будем просто, как бы, с друзьями, вот. И всё, и общаться с ней именно так, вот, как друзья. Просто, чтобы ей было хорошо. А там дальше, что будет, время покажет. Если хотите более, э-э-э, подробно всё это разобрать, то нужно анализировать, надо задать вам вопросы, нужно уточнить, проанализировать. А-а-а-а, вам следует понять какие-то вещи относительно её, э-э, относительно себя. нужно будет понять, понять какие-то вещи. Вот. Только так, по-другому не получится. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.